Вот и настал Новый год, 2020 год, и мы очень счастливы принять его и засвидетельствовать ему свое почтение. Ну, что это за такой переход от одного года в другой? Люди придумывали это долгое-долгое время, как проводить одно время, а встретить другое время. И вот они придумали себе такой Рубикон, встреча Нового года. В разные времена это происходило по-разному. И вот мне кажется, что люди, мы, человечество, любят больше подготовку к празднику, чем сам факт этого праздника. Мне так кажется. В общем-то, вот эти вот елки, когда наряжают, волокут игрушки, подарки покупают. Это предпраздничная суета и является вот этим вот, как сказать, цимесом этого действия, да, когда зимой холодно, мороз, а дома тепло, камин, елочка, запах вкусного с кухни. И мы, художники, тоже решили в этот Новый год отпраздновать новыми картинами. Я думаю, что это надо делать так. В общем-то, заходить на некую историческую территорию какого-нибудь государства. Допустим, мы выбрали Францию, но мы с Владимиром очень любим Францию. И зашли в историческую справку и узнали, что французский Новый год праздновался всегда по-разному. Но традиции двигались ближе, ближе, ближе к нам уже во времени и сформировались в какие-то множественные, множественные праздничные такие действия. И вот мы как бы нашли эти справки и поняли, что раньше был во Франции такой ритуал, когда новогоднюю елку или дерево просто наряжали красными яблочками, именно красными яблочками. Они их как и засушивали, сохраняли вот яблочко, да, сохраняли в каких-то опилочках, да, потом подвешивали к елке, и это было самым таким приятным местом в их доме. Ну, когда-то вдруг случился неурожайный год, 1885-й, о, неурожайный год, и яблочек не было. И тогда надо было спасать ситуацию. И вы знаете, что во Франции есть такие пространства, как Эльзас и Лотарингия, да, как территории. И вот в Лотарингии были очень классные стеклодубы. Эти стеклодубы начали выдувать стекла, подобные вот этим яблочкам, шары красные. С тех пор перестали люди вешать яблочки на елку, а начали вешать стеклянные шары. И до сих пор эта традиция уже стала, ну, как вам сказать, сильной, объемной. Люди вместо шаров начали вешать еще всяческие игрушки, которые им нравятся. Вот. А мы все-таки давайте будем в наших картинах задумывать то, что когда-то было изначально. И вот у нас будут несколько мастер-классов насчет французского Нового года. Первый будет французский ревейлон, ревейлон называется. Ну, что такое ревейлон? Я думаю, что, так как мы прочитали с Владимиром в исторической справке, что это старинная кухня, старинного замка. Там, где суета предпраздничная, висят окорока, заготовочки, старинная посуда фарфоровая. Все ждет того, когда начнется праздник и когда повара сделают очень прекрасные вкусные блюда. И это все будет преподнесено на праздничный стол. Мы с вами обязательно нарисуем праздничную такую предновогоднюю кухню старинного замка французского. Там, где только ощущается вот эта вот, как вам сказать, вот эта ситуация, она более торжественна, чем само празднование Нового года. Потому что предчувствие прекрасного всегда дает такую, знаете, возможность для воображения, для вдохновения. А вдруг какое-то чудо совершится, а вдруг что-то произойдет интересное, а вдруг какие-то мечты сбудутся, а вдруг придут какие-то гости, которых мы не ожидали, но нам приятно их видеть. И вот мы решили так, что одной кухней мы не отделаемся, потому что мы любим, конечно, интерьеры с Владимиром писать. Да, и в этих интерьерах, допустим, запасы съестного, да, там все это красота такая, каменный пол. Но нам надо обязательно там движение нарисовать. Поэтому мы задумали так. Вы видите, как мы задумываем. Вот у нас есть блокнот, и вот, допустим, нам пришла мысль французский Новый год 18 века сделать, да, на кухне. Мы это примерно описываем, а потом берем и маленькую такую почеркушку делаем детским рисунком, зарисовываем примерно, как что должно находиться в этой композиции, да, допустим, 50 на 70, и что там должно происходить. Я думаю, что на фоне этой кухни мы сделаем бегущего повара, но мы его разрежем пополам. Половинка повара убегает из картины слева направо, ножки только видно, да, а половинка повара забегает слева направо с этой стороны с подносом, да. Этот повар унес, да, еду, этот повар принес, допустим, грязную посуду. Мы сделаем элемент сюрра, нам надо обязательно показать движение, потому что вот в последнее время мы очень любим в композиции вводить человека в движении, в очень сильном движении. И вот этот бегущий повар нам создаст иллюзию движения. Вот. Конечно, цвет возьмем у Шардена, да, у Шардена есть прекрасная композиция, гора красных яблочек с собакой, мы оттуда возьмем цвет, и у нас получится очень такая, как вам сказать, с историческим флером композиция. Ну, вот, если позволите, я прочитаю, чем славился рождественский ревелион в Эльзасе. Фрукты, вино, копченый окород, жареный гусь, веточки амеллы, символ удачи. А в 12 веке праздновали по-другому, дерева не было, но из дерева вишни готовили полено, бушенуэль. Вот. Испиленный ствол обладал магическим действием. Потом начали делать полено, как выпечку такую. В общем-то, Новый год у них приходил не Дед Мороз, как у нас, а Сильвестр такой, вот дядечка, который приносил подарки. Лотереи, поросенок запеченный, индейка запеченная, бобовые культуры, салют, конфетти, ряженые в конечных колпаках. И вот это вот все мы записываем для того, чтобы кое-что из этого нарисовать в своей композиции. То есть, что я сейчас хочу вам сказать, что любое действие, которое вы захотите нарисовать, вы должны сначала понять, что там происходило, что окружало, что с людьми происходило, и потом зарисовать немножечко и думать, чем вы его будете наполнять, эту композицию свою. Как вы ее будете украшать, какими предметами, какая цветовая гамма будет. И, конечно же, что с людьми будет происходить. Если люди будут просто в обычных движениях, это будет скучно. Надо, чтобы они что-то делали обязательно. И вот у нас будет обязательно делать еще на одной композиции, которую мы назвали «Лоттерингия 19 век». У нас будет нарисован, сейчас вам прочитаю, что будет нарисован. В этой новогодней зарисовке мы представим мальчика, уставшего наряжать елку красными яблочками, допустим. И он сидит на полу и грызет красное яблочко, а ель охраняет его детские мечты. То есть мы посадим мальчика на полу, и вот так прислонившись он к этой такой лестнице, знаете, лесенка, чтобы повыше наряжать, и он прислонился к лесенке и полуспит и грызет яблочко, понимаете? То есть действие такое, которое неординарно. Почему мальчик сидит на полу с растопыренными ногами, допустим, в какой-то такой одеждочке, да, 18 века. Вот. И постараемся сделать такую однофигурную композицию, которую мы назвали «Новогодняя зарисовка». Мы имеем право делать не полностью картину, а мы иногда делаем такую легкую зарисовочку, такую даже полуакварельную, нежную, что, возможно, эта зарисовочка нам когда-то пригодится, если мы будем писать, допустим, большую когда-то картину. Вот. Что у нас еще будет в январе? Я пользуюсь блокнотом, чтобы вам сразу показывать, как мы с Володей это задумываем. У нас будет еще такой бесшабашный повар, что-то с поварами у нас в этот раз дружба идет. Я думаю, что это из натурного класса, когда мы Ваню нашего одевали в повара, да, с подтяжками, но у нас там был морской повар. И у нас очень много есть набросков поварских таких, колпак там, все эти принадлежности, чеснок у него вот здесь висит. И вот у нас будет бесшабашный повар, однофигурная композиция. Я думаю, что это будет интерьер, да, и в этом интерьере будет находиться два живых существа. Повар, да, в такой поварской одежде, который в белом колпаке задумался, стоя у камина. Мечты окутали его образ. Жаркое в печи подрумянилось, а второй герой, котенок, лакомится разлитыми сливками. Ну, я так написала, что все имеют право на удовольствие, не правда ли? То есть это будет такая нежная однофигурная композиция, где мы обязательно хотим, знаете что? Чтобы вы научились писать отблески от живого огня и обязательно насыщать эмоциями героев картин. То есть если у нас стоит повар, да, задумался, а у него там горит жиркое, да, значит он в каком-то своем состоянии, такой улыбки самому себе. И он задумался о каком-то приятном действии в своей жизни, да, там котенок украл сливки, да, а он себе расслабленно стоит вот так вот, и не зная, что происходит вокруг него. То есть нам надо будет показать эмоцию его состояния духовного. Вот. И, конечно, у нас будет еще, сейчас я вам скажу, что новогодняя ночь в замке. Время чудес длится недолго. Мы всегда хотим нарисовать ночь в замке. Мы где-то уже пытались в каких-то композициях делать высокие окна, такие замковые, и вот есть композиция такая сейчас на стене, там, где в окна заглядывает немножко лунный свет и отбрасывает свои такие ромбы, ромбы, знаете, от окна, забрасывает на пол каменный. И обязательно в углу сделаем не полностью, знаете, такую нарядную елку, а вот ее только что принесли, поставили, она даже еще где-то не наряжена, уже время чудес происходит. И обязательно в этой зале мы сделаем канделябры, да, какие-то свечи горят чуть-чуть, допустим, часы старинные обязательно должны быть, которые бьют бой. И где-то элементы человеческих, ну, не то что привидений, да, а вдруг вот какая-то девочка пробежала, да, с собакой, да, или что-то. Нам потом это подскажет, вот это состояние таинственной ночи, которая заглядывает в окна, да, нам подскажет, что может происходить в замке вот в это время ночное. Я думаю, что мы напишем монохромную композицию, но где-то дадим немножко ярких пятен для того, чтобы показать вот это свечение, которое выдернуло из ночи, вот это лунное свечение, которое выдернуло яркие краски из этой лунной ночи, которая вот в замке, как бы заглядывает в окно. Мы все любим, чтобы были чудеса во время Нового года, во время рождественских праздников. И вот я бы тоже и вам пожелала обязательно задумывать свои маленькие композиции для того, чтобы остановить время вот это вот, которое чудесное, да, между двумя Рождествами, католическим и православным, это чудесное время праздников, задумывайте, зарисовывайте у каждого свои вот эти вот какие-то сюжетики, которые могут длиться из года в год именно в это чудесное время новогодних праздников. Вот. Дальше будет время февраль, март, мы будем дальше задумывать, но никогда не будет такого, знаете, вот на улице холодно, а дома тепло и уютно. И вот это состояние можно из детства выдергивать, можно из воспоминаний, а можно и из будущих прозрений. Возможно, вы хотите, чтобы у вас был такой дом, вы хотите, чтобы у вас было такое новогоднее празднество, да, кто там у вас присутствует, из людей, из животных, какие карнавальные костюмы, вы все это можете себе вообразить. Вот. Поэтому даже если вы не исполните работу, картину, да, нету сил, допустим, сделать сразу и человека, и животного, хотя бы зарисуйте или запишите. Иногда можно вот так записать, маленький рассказик, ну и самым простым таким детским рисунком зарисовать, что там должно происходить. Возможно, когда вы окрепнете, как художник, и научитесь все рисовать, интерьер, экстерьер, пейзаж зимний, человека в движении, животного, если вы все эти пазлы запомните, да, уже для себя, вы потом сможете через несколько лет или через год, допустим, уже написать картину по этой вашей зарисовочке. Не успели в этом году? В следующем обязательно успеете.